Здравствуйте, меня зовут Оскар. Ну чё, давайте вопрос это свой задавайте уже. Что я есть хочу, как бы. Меня зовут Оскар, мне 12 лет, я тракейская порода, и я люблю пожрать. Меня зовут Хоби, мне 7 лет, у меня есть сын, я забыла, как его зовут, но это не важно, у меня есть сын и дочь Мика, и я тракейницкой породы, и я занимаюсь конгуром, и я очень нервная, прям очень нервная, Ксюша, где мой новопассит? Я не знаю, что такое работа, может быть, я был бы, не знаю, может быть, не знаю, может быть, почему так сложно? Может быть, я был бы конюхом? Мне не очень нравится, когда ты меня цыганишь, потому что я тебя не знаю, и поэтому, ну, как бы сказать-то, я немного не уверена, когда ты меня уводишь. Ой, знаете, я хотел бы попрыгать под всеми вами, если бы вы меня кормили прям так, чтобы за щеками трещало. Это забыл слово, блин, неловко получилось, никогда человека мне было тут на тебе. И сразу же камеру они тут достают. Ой, да, я знаю, что такое камера, потому что со мной частенько Ксюша снимала всякие видео, и потом, не знаю, зачем они ей, зачем, люди, вот вы мне напишите в комментариях, зачем Ксюше эти видео? Я вот, например, не понимаю. Я люблю больше всего свою хозяйку, только почему-то все ее называют либо Христина Алексеевна, либо мама, поэтому я люблю маму. Знаете, как бы за меня уже все решили, но меня вполне устраивает такая жизнь, я и привязалась к этим людям, я изменила свое отношение к людям, потому что они меня кормят, я как бы люблю их теперь, потому что раньше я их ведь ненавидела. И иногда бывает, что я их тоже сейчас ненавижу, потому что они меня достали, они постоянно хотят, чтобы я прыгала, но я же не прыгун, я же женщина и мать, и мать двоих детей, между прочим, мы меня оторвали от сына, который остался в заводе, а я теперь живу с этой троглазиткой, которая меня каждый день опьянает, но я жива, я же должна терпеть, и поэтому я бы выбрала, конечно же, жить с людьми, потому что так надежнее, и так хотя бы у меня всегда будет еда, а на воле я уже жила в заводе. Ой, знаете, мне на самом деле все равно, с железом, без железа, хвалят, и слава богу, вот пока сахар у них есть, буду хоть с железом, хоть без, как угодно, мне все равно. Я не купил бы себе лошадь, потому что это очень, очень энергозатратно. Я на люрах очень мягкая, потому что я женщина, не стервая, я просто, у меня такой характер, у меня такой темперамент, у меня такая природа, у меня такой папа был, поэтому я все в папу, но надеюсь, что лучшие качества я тоже перениму. Я буду конкурной лошади, потому что моя хозяйка любит прыгать, вот, ластик прыгает, и я буду прыгать, потому что я же лучше ластика, я же буду лучше ластика, потому что ластика все любят, а меня никто не любит. То есть меня любят, но не так сильно, как ластика, поэтому, ну, блин, короче, да, я буду конкурной. Я буду спокойнее, чем мама, потому что у меня спокойный папа. Привет, папа. Я предпочитаю конкур, я люблю прыгать, мне прям нравится, я вам вот от души говорю. Знаете, я вам сейчас вот открою свою душу, у меня есть любовь всей моей жизни, и это еда. Я отношусь к Ксюше хорошо, потому что она меня кормит, и это логично, что я должен относиться к ней хорошо, потому что она меня же кормит, и я бы помог ей сдать на кандидата, если бы у меня были бы чуть подлиннее мои кривые ноги. Ну, в общем, я бы помог, чем смог, потому что, извините, с таким маманом, который я себе наел, невозможно высоко прыгать, хотя нет, возможно, 130, я же как-то отъехала. Ярких барьеров я не различаю цвета, я не боюсь барьеров уже, да, не боюсь. Я очень люблю прыгать, только иногда, конечно, хочется и полениться, но в целом я люблю прыгать. Больше всего мне нравится находиться там, где я сейчас живу. Ой, знаете, я не хочу жить одна, потому что мне с мамой хорошо, и я не стесняюсь того, что у меня за год я все еще прибылку, потому что оно же такое вкусное. И я трясусь, потому что меня что-то раздражает. Например, сейчас меня раздражает вот эта штука, которая на меня пярится, это очень страшно, и зачем я вообще здесь, и почему нас всех тут собрали, это же даже издевательство. Когда я на Волге, у меня в голове примерно что-то такое. А когда я прыгаю, я что-то не думаю, я просто прыгаю, 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 и все как бы... Вот, да, угу, вот так вот, все и было. Не знаю, насколько сильно. Она меня любит, а я без старч. Ксюша, Ксюша, быстро удали эту фотку. Я не хочу, чтобы меня видели в таком виде. Ксюша, пожалуйста, удали эту фотографию. Я тебя прошу. Это же кошмар, это же сколько людей меня такое видело. Я бы ел и ел, ел и ел. Я обношу только, когда меня бесит Ксюша. Я не обношу барьеры, потому что я люблю прыгать, но иногда Ксюше приходится преподать урок, чтобы она не расслаблялась. Я дергаю башкой, потому что меня что-то бесит. Я не виновата, что у меня такой характер, такой темперамент. И иногда я не понимаю, что хотят эти люди от меня. Так что, извините, но будем толерантны к обеим частям нашего тандема. То есть ко мне и к Ксюше. Ой, знаете, я бы не хотела, чтобы моя дочь была жеребцом. Потому что, если бы она была жеребцом, она бы меня избила. Короче, слушай меня сюда. Берешь хороший стимул. Еда в моем случае. И просто делаешь то, что просят. И просто забиваешь на все страхи. Потому что тебе же дадут еду. Ты чего? Надо же что-то делать, чтобы тебе дали еду. Не просто же так все еду-то получали. У нас нет ничего с Хобей. Я думаю, коралл был бы против. Тем более, я же это, ну, вы понимаете, мерен. Поэтому мне все равно. Я не хотел бы себе маленький холостуль. Потому что у меня есть племянник Остряк. И мне его хватает. Особенно, когда он на меня залез. И чуть не столкнулся ног. Это вообще было что-то с чем-то. Я хочу от жизни... Чего я хочу от жизни? Я хочу от жизни... Не знаю. Я хочу, чтобы меня любили. Ой, я тебя умоляю. Если уж ты это умеешь, то мы-то подавно. Чего? Что? Естественно, то не безобразно. А я думала, такое нельзя спрашивать людей. Это очень неприличный вопрос. Это очень странный вопрос. Потому что... Это умеют делать все. Всем приветствую. Я Ксения Конченцова. И сейчас я вас приветствую в конце своего видео. Надеюсь, вы поняли мою идею. То есть я... Мне эту идею, кстати, подсказала моя подписчица. Спасибо тебе большое. В общем, я решила снять и немножко изменить эту идею. Мне предложили снять видео, как у Алисы. То есть, что было бы, если бы лошадь стала человеком. Как бы она выглядела. Что бы она там делала. Какого она была ростом. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить палец вверх. И подписываться на мой канал, чтобы не пропустить похожие видео. Так как я поняла, что вам нравятся такие необычные форматы. Например, что было бы, если бы лошади стали коноблогерами. И что было бы, если бы лошади стали людьми. Тоже достаточно интересная тема, я считаю. Вы можете писать свои идеи, кстати, для таких видео под этим видео в комментариях, чтобы я смогла развить эту мысль вашу дальше и воплотить ее в жизнь. С вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока!